всем привет я сегодня еду в метро мне сказали торт нужно купить крупные продукты по просьбе моего одноклассника сережка специально для тебя немножечко поснимаю сокол пока еду в автобусе до кпп наслаждайся вот наша школа вот здесь сейчас эти вот участки отдали многодетным семьям под строительство ну тут вообще ничего нет ни электричества никому не коммуникаций кто-то построил вот такие избушки времянки но мне кажется не так это все и продукт ну вот этот участок уже точно продай уже выставили на продажу с этой вот избушечкой так что теперь тут очень частный дом если кто-то вообще тут захочет что-то построить погода конечно у нас пипец ветер такой не сказала бы что слякоть стелла около стелла сделали стоянку сделали кпп теперь не проедешь в пол пешочком не пройдешь взбив Demonstрации мы вот и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наверное,ventь оп Fair Ну что Я Одну установку проехала на автобусе Не пошла я пешком Так автобус до Костерамы и не приехал. Решила я подойду туда метро. Посмотрю, что и как потом прийдусь до Костерамы. Даже не знаю, стоит туда идти или нет. Может, правда не работает. С этим вирусом это кошмар какой-то. Закрывают всё подряд. Так. Видите, какая у нас погодка? Мужей. Где-то снег. Где-то растаяло. Где-то нет. Вчера здесь была. Ездила в паспортный стол. Не в паспортный стол. А служба миграции. Теперь называется. Меняла паспорт, потому что мне 45 лет исполнилось. Вот то розовое здание. Да ещё ко всему я этот паспорт потеряла. Отдала вчера все документы. И что вы думаете, мне сказали? Сказали, что паспорт будет готов только через месяц. Хотя обычно его делают две недели. Ну, во-первых, они на карантин закрываются. Во-вторых, им нужно сделать запрос в другой район, там, где у меня раньше был выдан паспорт. В общем, короче, не знаю. Так что вот, что теперь делать с Анапой, когда я туда поеду, непонятно. Во-первых, надо билеты покупать. Без паспорта билет не купишь. А во-вторых, вчера ещё указ какой-то вышел, что до 1 июня закрыты все курортные зоны. И на побережье ничего не будет работать до 1 июня. Смысл туда ехать? Кто мне будет там зарплату платить? Ведь уже всё почистили. Все грядочки, цветочки-то зашли. Так что вот такие пироги. Не знаю, что делать. В общем, до 27 апреля я жду свой паспорт. Там будет видно. Заберёмся ехать, не ехать. Вот так хотелось. Так, потом... Какие ещё у меня новости? Вот уже метро. У нас здесь рядом с метро спортивный медвизин декатлон. А вот эта парочка самая стояла на остановке в Мулахе. Видимо, им тоже надо было в Костораму. Видимо, они тоже... Вообще, какие-то машины едут оттуда. Может, Косторама и работает. Я для начала схожу в метро. Будет свободное время. Да и туда, Косторам. Вообще, едут машины туда и обратно. Помимо клея, обойного в Костораме я ещё хотела посмотреть шторы к себе в комнату и на кухню. Мне ещё там надо плинтуса и уголок доделать. Всё-таки уже ремонт сделан он только наполовину. Посмотрите, какая пустая стоянка. Здесь никогда нет такой пустой стоянки. Здесь всегда стоят машины. А декатлон закрыт. Вот так вот. Косторама, скорее всего, тоже. Декатлон закрыт, поэтому машин нету. Но мы работаем, люди ходят. Так. Ну, вообще, мы тоже продуктовом газевой. по идее, как бы, не должны закрыть. Ну, бережёного Бог бережёт. Сегодня всё купим. То есть вообще есть то, что мне нужно. Что-то я уже начинаю в этом сомневаться. Ну что? Вот доску мне ещё надо. Доска тысяча рублей. Обалдеть. Та, которая мне нужна. Вот эта большая бамбуковая доска. Я на ней делаю торты. Тысяча рублей. О, вот они, формы. Так, это просто кастрюля. Разъёмные формы. 899. Ну, за что она совсем тонюсенькая? Формы есть. Ну, цены вообще не ратут набор за 660. Вот такой набор я, кстати, себе покупала. Ну, он весь у меня уже деформировался. Учитывая, что раньше я делала по два торта в день. Кому-то, может, надолго хватит. Мне хватило на два года. Ну, в принципе, для таких форм это срок нормальный. Так, я иду к тебе в кондитерский отдел. Мы читаем. Мука пшеничная. 61 рубль. Мне надо 2 килограмма взять. Кстати, вот эта мука неплохая очень даже. 2 килограмма 61 рубль. Очень хорошая цена. Так. Дальше. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Мы идем сюда. И тут есть такой небольшой отдел все для тортов. Так, а это не здесь, значит? Значит, это здесь. Точно, вот это здесь. Так, значит, мы берем загуститель для сливок. Для кремов я в сливки добавляю. Так. Сахарную пудру. Нет, мне пока ее не надо. оп, загуститель для сметаны. Чуть маленькая. Так, а где мастика? А, вот она. Ну, она, как всегда, здесь только белая. Мне нужен голубой, поэтому у меня такие яркие цвета, как черный, красный, синий. Не надо. Я покрашу красителем. Вот там красители. Что мне еще надо было? Вот это, кстати, прикольная вещь, несладимый торт. Крушева. Уже готовая. Но не белая, не кремового цвета. Так, поехали. Дальше. Тут уже есть готовая. Кекс шоколадный. Окно овсяной брауни. Если кому-то надо. Так, я что взяла тут? Пшеничная. Общего назначения. Выше стоп. Я взяла. Выше стоп. Общего назначения мне не надо. Это, наверное, хлеб там. Что-то попроще. Для торта-то, естественно, нужен лишний сорт. Дальше мы идем в молочку и покупаем кондитерские сливки. Народу, между прочим, посмотрите, сколько народу. До фига, я бы сказала. Все есть. И сноупак, и шантипак, эмбионте. Когда я приезжала в прошлый раз, вообще выбора никакого не было. Мне нужен сноупак. Я его больше люблю. Он такой более твердый. Шантипак, он более мягкий. И вкус такого мороженого. Эмбионте, он тоже не для крема, для торта. Так, сливки взбить в кофе с фруктами. Слушайте, товар дофига, народ дофига. Я бы не сказала, что тут все бедствуют и все скупают. Все, в принципе, хорошо. Я хотела еще что-то мясного купить. Дома моей. Макой есть, сырые есть. Цены на яйца снизили. Полные полки, пожалуйста. Все есть. Ничего никто не разобрал, ничего никто не скупил. Так, товары для профессиональной кухни. Ну, и что у нас тут для профессиональной кухни? Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. 312 рублей 5 литров. Так, различные сиропы. Сиропы, сиропы. Чаи. Что еще у нас тут есть? Соусы. Мед порционный. Кстати, хорошая вещь, мед порционный. Открыл. Так, приправы. Экзотические фрукты со скидкой минус 30%. С 26 по 29 марта 2020 года. Медра. За качество отвечает. Открыл. 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 Мясо. Полки полных. Мясо наоборот. Всяческое. Мне нужен фарш. Я здесь беру фарш. Так, отогряжа мне нужен фермер. Фарш для гурманов. Возьмем, значит, или гурманов. что мы еще возьмем купаты здесь тоже вкусные брали куриный фарш 190 рублей 109 109 рублей 500 грамм 07 190 который я беру в пятерочке 59 рублей здесь стоит 85 так клубника появилась 349 рублей за что сколько здесь 125 грамм 349 рублей черника 160 220 160 с ягодами торта посмотрите сколько на кассе обалдеть так кассы эти работают кассы которые самообслуживают нельзя дальше вот такую кассу 900 не знаю что мне не хватит что мне торможом младь покупают водку и на сорта покупата с туалетной бумагу вижка унишка мишка венешка только нижко там венешка или люди венешка затаривают и все там пелесок самую покупку милка мастика, загуститель кофе так, что мы возьмем? мы возьмем кофе с молоком как всегда добавим немножко сахара нажмите любую кнопку ждем кофе чашку кофе нажмите на пангаж дитя дитя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...